Бюджетные инвестиции надо увеличивать прежде всего в человека. Нам нужны высокотехнологичная медицина, современное образование мирового уровня. Конечно, инвестиции в инфраструктуру, в строительство качественных дорог, мостов, энергосетей, коммуникаций, того скелета, на основе которого формируются мышцы экономики, современные производственные мощности, сказал Дмитрий Медведев на российском инвестиционном форуме в Сочи. Об этом событии не только расскажем сегодня. Это Первое правительство. Я, Наталья Пехтерева. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для меня это первый опыт, как глава региона, посетить экономический форум. Повторюсь, что это возможность в очень компактной форме, в компактном виде пообщаться со многими губернаторами, членами правительства и уже сейчас вырабатывать те решения, которые мы будем реализовывать. Мы накопили свой опыт, свой потенциал. Если можно сейчас сразу донести их до всех тех практиков, то есть. Но уже сегодня в рабочем формате мы переговорили со многими инвесторами, которые рассматривают Орловскую область как, возможно, потенциально. Орловская область в минувшем году около полумиллиона тысяч тонн реализовала зерна на экспорт. Сейчас стоит вопрос о дополнительной государственной поддержке инфраструктуры в части доработки зерна для малых и средних предприятий. И, безусловно, вложение дополнительных средств в переработку. Эти вопросы обсуждаются, и мы очень рады, что Орловская область, став первой в России по зерну на одного жителя, проживающего в Орловской области, это хороший показатель и потенциал мы должны сохранять. В течение рабочего дня нам удалось подписать соглашение с Федеральным агентством научных организаций, связанное и с расширением возможностей базы наших научных и исследовательских институтов на территории области. Ну и, безусловно, мы придаем большое значение подписанию соглашений из Керамомарацци по выпуску и запуску новой линии производства керамической плитки и подписанию соглашений с Мироторгом, в котором мы обговорили все те сложные моменты, которые сегодня очень часто обсуждаются. Для нас это большой инфраструктурный и финансовый проект, до 40 миллиардов рублей инвестиций. Безусловно, это вложение, это модернизация существующих возможностей, создание новых рабочих мест, повышение заработной платы, ну и, как мы говорим уже, повышение качества жизни. Нам нельзя ориентироваться только лишь на отдельные направления, будь то переработка, либо промышленное производство. Мы должны в комплексе рассматривать и вопросы модернизации социальной сферы, образования, здравоохранения, качества жизни, как окружающую среду. Поэтому, уделяя внимание всем направлениям, как и идет вектор сегодня развития федеральной повестки, будем развивать регион. Это возможность формирования, в том числе и вектора развития региона, используя самый успешный и лучший опыт, который имеется у наших коллег из соседних регионов, из других федеральных округов. Ну и плюс, мы имеем возможность уже сегодня, формируя свою позицию, доносить ее до федерального министерства, где и как нужно реализовывать. К примеру, наша инициатива по дополнительному выделению средств через фонды региональной промышленности, мы видим, она получает поддержку. Инфраструктурная ипотека – это развитие не отдельных направлений в рамках госпрограмм, это инфраструктура, которая закладывает основу развития любого направления. Для нас сейчас обсуждается вопрос по модернизации образовательных комплексов, в том числе образовательных кластеров территории Орловской области. Я думаю, что это идеи, которые сегодня мы можем обсуждать с коллегами, практиками для дальнейшей реализации. Думаю, что этот форум даст дополнительный эффект. Одной из целей – это инвестиции в инфраструктуру регионов. И в выступлении представителя правительства мы услышали необходимости поддержки регионов, инфраструктуры, социальной инфраструктуры и повышение качества жизни, то, о чем мы говорим последние четыре месяца. Мы, безусловно, к следующему экономическому форуму подготовим более широкий инфраструктурный портфель и для подписаний, и уже для отчета по реализации. Мы, я уверен, что к следующему году подготовим и свой стенд, на котором мы покажем потенциал. Для многих является, наверное, неизвестной информацией, что Орловская область занимает первые места по сбору зерна, что Орловская область по многим показателям, ну, к примеру, по количеству студентов высших учебных заведений занимает второе после Москвы место в Центральном федеральном округе. Это наши компетенции, наши возможности, которые мы должны показывать и реализовать. Но и туризм – это то направление, которое мы также будем развивать. И сегодня туризм звучит как одно из экономически перспективных направлений любого региона. Пленарное заседание форума прошло в четверг, 15 февраля, с участием председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медвезьева. Тема заседания – инвестиции в регионы, инвестиции в будущее. Форум наш изначально был замыслен как инвестиционный, а инвестиция – это, по сути, выраженная через деньги, внимание государства и частных компаний какой-либо актуальной теме. По итогам прошлого года наблюдается оживление инвестиционной активности и экономической ситуации в целом. Однако этого недостаточно. Важно, чтобы приток инвестиций не только обеспечивал работу традиционных отраслей, но и приводил к появлению новых. Если мы хотим построить сильную и здоровую экономику страны в целом, регионов, наше внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы ее структура была максимально разнообразной. А умение управлять этой структурой совершенствовалось. Именно в такой логике мы стараемся действовать. Мы обеспечили макроэкономическую стабильность, о необходимости которой так долго говорили разные люди. Даже под санкциями наша экономика стала менее зависимой от внешних шоков и от цен на сырье. Мы довели инфляцию до рекордно низкого уровня – 2,5% в прошлом году. По итогам января она снизилась до 2,2%, если считать к январю 2017 года. У нас устойчивая финансовая система и курс национальной валюты. У нас балансированный бюджет. И в этом году он, кстати, вполне может стать профицитным. И мы начинаем накопление средств в нашем суверенном фонде. В целом все усилия, которые предпринимаются на федеральном уровне, будут иметь эффект только при деятельной поддержке региональных и местных властей. И мы будем искать, конечно, способы поддержать тех, кому это нужно. Но главная цель – это создать условия, в которых региональные и местные власти могли бы самостоятельно решать задачи в собственной экономике и в социальной сфере. Это заложено в утвержденных президентом основах региональной политики. И именно на это был направлен ряд последних решений в сфере межбюджетных отношений. Общий объем межбюджетных трансфертов в этом году превысит 1,7 трлн рублей. Это приблизительно на 2,5% больше, чем в прошлом году. И это огромный финансовый ресурс. Использовать его региональные и местные власти должны с максимальной отдачей, наращивая экономический потенциал территории и повышая комфортность жизни для людей. Чтобы поддержать этот процесс, мы создали ряд стимулов. Выделение господдержки теперь поставлено в строгую зависимость от результатов, которых добилось руководство регионов. Чтобы получить такую поддержку, региональные власти должны взять обязательства по развитию собственной экономики и оздоровлению финансов с ответственностью за их исполнение. Причем, чем выше дотационность бюджета, тем жестче условия. Ну и, конечно, нужно поддерживать всячески самостоятельность регионов, предоставляя им больше свободы. С прошлого года за достижение наивысших темпов роста выделяются гранты, напомню. А с этого года в региональные бюджеты возвращается прирост налога на прибыль организаций. В пятницу, 16 феврале, премьер-министр России Дмитрий Медведев провел традиционную встречу с главами субъектов. Главная тема – разработка стратегии пространственного развития страны. Стратегию развития районов и городов сейчас обсуждают в Орловской области. Куда двигаться дальше, местные власти должны решать с жителями. Это поручение главы региона «Перспективы и проблемы» Андрей Клычков в начале недели обсудил с жителями Знаменского района. Учитывая, что основу экономики составляет аграрный комплекс, по статистике валовое производство продукции сельскохозяйства в 2016 году составило 1,1 миллиарда рублей. В основной капитал сельхозпредприятий было инвестировано 98 миллионов рублей. В основном это средства на обновление материально-технической базы. В районе зерносушильный комплекс, зернохранилище, крупных предприятий – это Черкизово-Ростеневодство, «Авангард-Аграрев», «Брянская мясная компания», «Нарышкинское хлебоприемное предприятие». Но отрадно, что в районе широко представленной малой формы хозяйствования 1300 человек за это в личных подсобных крестьянских хозяйствах. Безусловно, современный агробизнес имеет тенденцию к укропнению, но, повторюсь, без малых форм хозяйствования надеяться на развитие сельских территорий просто немыслимо. Поэтому мы и хотим на сегодняшний день помочь в создании малых предприятий. Доходы консервированного бюджета района составили примерно 139,5 миллионов рублей. Более 60% вот этой части – 85 миллионов рублей – это дотации из областного бюджета, которые пошли в обеспечение мер социальной поддержки, в область заработной платы. И в целом вся социальная сфера занимает 75% от расходов муниципального бюджета. Поэтому сегодня основная задача главы района и всей администрации района – это увеличение доходной части бюджета, потому что бесконечно долго мы не можем поддерживать на достаточно высоком уровне дотации. Соответственно, здесь нужен параллельный путь, при котором будут изысканы все возможности и увеличение доходов самого района, ну и, соответственно, мер поддержки стороны областного центра. Хотя могу сказать, что и по окончании прошлого года мы не ушли в сторону, не собираемся уходить, и все необходимые меры финансовой поддержки будем оказывать, как оказывали, так и будем оказывать впредь. Но хотелось бы, чтобы вместе с районом мы решали весь комплекс задач, который стоит. Тем более, что действительно потенциал у района достаточно высокий, несмотря на небольшое количество жителей по сравнению с другими муниципальными образованиями. Что касается проблем, о которых нельзя не говорить, это, безусловно, состояние дорог, в том числе и состояние школьных маршрутов, которые некоторые находятся в недовольтворительном состоянии, и здесь мы не можем откладывать в долгий ящик вопрос, то, что безопасность детей находится на первом месте, и все возможные планы, которые есть, мы должны направить, чтобы у нас школьные маршруты были обеспечены. Проблемным является состояние жилищно-коммунальной сферы, содержание многоквартирных домов, высокий уровень износа основных фондов в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, и, конечно, состояние медицинского обслуживания. Пути решения, которые озвучиваются и Минздравом, я на прошлой неделе встречался с министром здравоохранения Вероникой Игорьевной Скворцовой, обсуждали вопросы кадровые, вопрос и ФАПов, вопрос передвижных ФАПов, о целесообразности решения проблем с центральными районными больницами. Здесь могу сказать, что я очень рад, что нашел понимание у министра, в том плане, что закрывать центральные районные больницы ни в коем случае нельзя. Очень много витает слухов. Поэтому, если мы ставим, говорят, собой задачу сохранения сельских территорий, если мы хотим создавать и предприятие на селе, если мы хотим, чтобы молодежь оставалась на селе, то первый шаг, который приведет к гибели сельских начинаний, будет закрытие школ и больниц. Поэтому, если мы хотим это направление сохранять и развивать, мы должны сделать все возможное для того, чтобы сохранить школы и больницы. И в этом направлении мы и будем двигаться. Несмотря на то, что по России эта тенденция имеет другой ход, и иногда удобнее закрыть районную больницу для того, чтобы не испытывать проблемы. Я понимаю, что финансисты здесь, находящиеся, могут сказать, что это невыгодно экономически. Действительно, это экономически невыгодно. Но давайте просто к этому будем по-другому подходить. У нас с вами есть районные больницы свободной площади. Эти свободные площади не должны быть таковыми. У нас с вами есть люди, кто нуждаются в тех же штаммных хосписах, нуждаются в геронтологических центрах. Только нужно сделать шаг на встречу для того, чтобы вложить дополнительные усилия по палеотивной помощи. Это все то же самое, что называется какими-то умными словами, а на самом деле это все те самые меры, которые сегодня имеют достаточно большое распространение. Они принято говорить на федеральных телеканалах, только иногда до сельских районных больниц руки не доходят. Это, конечно, деньги. Но вложение небольших денег позволяет сохранять и базу, потому что основная проблема любой больницы, их две точнее, это нехватка качественного персонала, квалифицированного персонала, и второе, это высокие затраты на обслуживание зданий, сооружений, ну и, соответственно, съедает просто весь бюджет. Одно, что могу сказать, как бы там ни было неприятно, по больницам мы действительно думаем, каким образом оптимизировать административный персонал. Но здесь я надеюсь на понимание, потому что, когда у нас на каждую больницу и по бухгалтеру, и по 20 замов, и кого только нет, а врачей мало. Поэтому нам нужно делать все, чтобы сохранить врачебную составляющую, профессиональную, качественную, при этом избавиться от лишних расходных обязательств по административному персоналу. А уже на следующий день жители Болховского района рассказали Андрею Клычкову о том, что их волнует. Дороги ЖКХ, ремонт учреждений образования, рабочие места, развитие туризма. Предлагаю посмотреть некоторые моменты. У нас в 2017 году на территории города Болхова произошло обрушение пешеходной части моста по переулку Первый Ленинский, так называемого Синицына моста. В настоящее время движение по нему перекрыто. А для города Болхова этот мост, в общем-то, очень важен, так как он соединяет две основные транспортные атерии города. Разработан проект «Смеддокументация» на почти 5 миллионов рублей. И глава города здесь тоже присутствует, чтобы мы вместе и разобрались. Как мне сказали, есть несколько вариантов решения этого вопроса. То есть один вариант – мы должны включиться в программу бюджетного финансирования, либо это какие-то резервы на 2018 год, потому что до этого в резерве его не было, либо это решение иным путем. Мне сказали, что есть какой-то путь, который за 200-300 тысяч рублей можно было укрепить берега и решить эту проблему. Само полотно 20 сантиметров, а дальше нет никакой подложки. И поэтому те ремонты, которые там еще с советских времен проводились, фактически это земляная насыпная поверхность, на которой положен асфальт. Я стою за то, чтобы сделать нормально раз и, как говорится, на века. Если вы считаете, что проект «Смеддокументация» готова и она обоснована, то денежные средства нужно выделить. Но, к сожалению, другим объектам придется подужаться, потому что придется снять с других программ. Другого пути не дано. Потому что когда вы говорите, что ответственный подход, я вас абсолютно поддерживаю, что он должен быть. Но глава города, когда принимает такое решение, он должен понимать, где он возьмет эти деньги. Но раз вы считаете, что так нужно, давайте так сделаем. Хорошо. У нас, как вы знаете, в этом году не очень нормальное положение с реализацией зерна. У нас тут на территории есть Волгский завод, пищевик. Он закупает овес детского питания, производства. Они готовы закупать овес. Мы им продаем, но они не отдают деньги. Они отдают из-за чего? Потому что бюджет с ними не рассчитывается. Я знаю про эту ситуацию. И Александр Юрьевич Бударин. Ну, мы годами деньги ждем. Уже Ильзович Бударин, Дмитрий Владимирович Бутусов, Владимир Александрович Тарасов уже все в курсе ситуации. Сейчас потихонечку, то дебюторскую задолженность удается решать. Не все сразу в курсе этого вопроса. Держим на контроле. Поддержите производителя. После Чернобыльской аварии город Болхов, часть Болховского района попала по Чернобыльский след. Когда был принят Чернобыльский закон, город определили статусом город с правом населения и большей частью района. В 2015 году статус отсняли. Мы пытались тут поднимать вопрос. Наши депутаты писали на областной Совет народных депутатов. Совет народных депутатов писал на правительство. Говорил, что это преревременно, что это неправильно. И ничего добиться не можем. Что касается чернобыльских льгот, Андрей Иванович, просьба не так, чтобы мы искали все эти обращения и переписку. Возьмите контакты. Посмотрю сам. Потому что можно легко сказать, что это федеральный вопрос. Но давайте посмотрю просто сам для себя. Все-таки есть юридическое образование. Но самое главное, нам нужно определиться, насколько мы на сегодняшний день можем повлиять на федеральном уровне. Потому что ситуация, с одной стороны, непростая финансовая, с другой стороны, социальный блок сегодня немножко развитие имеет. Поэтому давайте обсудим. Здание нашего учебного заведения, оно является памятником архитектуры. Вот главный вопрос, который интересует педагогов, родителей и детей гимназии, это замена старых окон. Поскольку многие окна были установлены еще в середине 20 века. Вторая проблема, не менее актуальная, это ремонт спортивного зала, который также не ремонтировался в течение 30 лет. Если уж проектно-спортивной документации на окна есть, давайте посмотрим за счет резерва замена окон. По спортзалу просто поясню, что мы не можем, у нас бюджетно финансировано, не может без проектно-спортивной документации происходить. Поэтому если ПСД нет, то тогда и выделить ничего нельзя. Сейчас тогда глава пускай готовит проектно-спортивную документацию. Пойдем поэтапно. Начнем с оконных блоков, перейдем уже потом в спортзал. Я представляю регионально, представлюсь, дети ангелов. На данный момент я проживаю в Володе, в Болохове. У меня мальчик Елисей. Сейчас на данный момент ему 7 лет. Елисей проведена тяжелая операция. В Российской Федерации не было возможности произвести ее. Ее сделали за рубежом. Мы долгое время реабилитировались и находились за границей, в Европе. Это очень тяжелое заболевание, которое очень тяжело протекает. У нас в областной больнице до сей поры нет суточного мониторинга, который мы можем провести с ребенком. Я должна его ввести в Москву и отплатить за несколько часов около 56 тысяч рублей. Понимаете, что это огромные деньги. Мы должны суточный мониторинг проводить 3 раза в месяц. Проследить, как действует динамика препаратов. Мы хотим создать центр. Просим вашей поддержки. У нас есть здание свое, которое помогли нам приобрести. Но мы хотим, чтобы вошли эти программы. Есть две программы, которые готовы поддерживать. Это программа «Лыжа мечты». Вы, наверное, слышали про нее. И мы хотели бы привозить иностранных специалистов, как на данный момент. Я обращаюсь не только от себя, а от всех мам города Орла. Андрей Иванович, возьмите контакты. Действительно, это полиативная медицина ровным счетом имеет не меньшее значение, как и вот то, о чем говорит девушка. Микрофон назад, пожалуйста, Светлана Ивановна Белик. Говорит девушка, и нам нужно эти направления обязательно развивать. Контакты возьмите. Мы с своей стороны, я думаю, что на министерском уровне, на базе контактов московских, можем себе поставить задачу, попытаться этот центр организовать. Изучайте через течение недели-двух предложения по реализации. В начале улицы у нас находится церковь Афанасьевская. В эту церковь большинство ходят пожилые люди. Но дорога очень плохая. Департаменту дадим поручение, чтобы выехали, посмотрели, если дорога действительно на сегодняшний день, как бы в рамках возможных решений, и есть возможность готовить проектную сметодокументацию, и объему позволяют через Дорожный фонд, то давайте планировать. Но на самом деле, я думаю, что реально, чтобы не давать обещания, которые не исполню, понимать, что сегодня надо выехать, подготовить проектную сметодокументацию, и в 2019 год уже ее включать тогда. Наша школа долгие годы была и есть на сегодняшний день школой здоровья. На сегодняшний день обучается 547 обучающихся и 26 воспитанников дошкольного уровня общего образования. То есть это самая большая школа в районе. Спортивный зал у нас перегружен, потому что помимо наших обучающихся, еще он имеет огромную ценность и загруженность в плане огромных масштабных мероприятий районных. И на сегодняшний день он очень требует ремонта. На социальные объекты резерв небольшой есть. С вас проектная сметодокументация, с нас выделение денег. Спасибо огромное. Потому что здесь, наверное, ключевое, что услышано, здесь 500 детей, то мы можем много рассуждать на разные темы, но 500 детей – это все-таки огромное количество людей, которых просто нельзя ставить в такую ситуацию. Дело в том, что вот сейчас говорят про дороги – это извечная тема. Мы ее никогда не решим теми темпами и теми подходами, которые сейчас у нас в области. К сожалению, есть новые технологии, которые позволяют все вот эти брошенные сельские дороги делать нормально. Да, для этого надо просто позаниматься. У нас 13 тысяч дорог, из них 9 тысяч – сельские, поселковые, межмуниципальные. Вот как раз они самые заброшенные. Если вы про стабилизацию грунта? Да. Ну, а вы назовите-ка стоимость квадратного метра. Значит, пожалуйста, там есть… 1700-1200 рублей, пятый класс – 650 рублей, но которые развалятся после проезда первого КАМАЗа. Это практика, которая есть. В Орловской области один пример дороги. И то техническую дорогу строили. Я за. Да, но, понимаете, вот если бы у нас с вами был огромный бюджет, к примеру, нам дали бы на год московский бюджет, мы бы отстабилизировали все дороги. Но у нас с вами на сегодняшний день нет возможности подходить, применять новые технологии, которые на самом деле не всегда имеют результат. Я не могу позволить себе экспериментировать за бюджетные средства. Поэтому есть два вида жидкости химической. Российская и немецкая. Немецкая стоит в два раза дороже. Нам ее с вами просто не осилить по нашему бюджету. Вот немецкая держит хорошо. Но стоимость квадратного метра до 1700 рублей. Это дороже асфальта на 500 рублей. Болховский кривический музей. Земельный налог уже с этого года будет взиматься согласно кадастровой оценке. А кадастровая оценка, к сожалению, у нас много раз увеличила кадастровую стоимость многих земельных участков. Но это не только в Болховском районе. Я думаю, что это на территории всей Орловской области других областей. Для переоценки кадастровой стоимости у нас с вами есть комиссия, которая занимается реальной оценкой. То есть, если вы вносите в комиссию заявление о том, что кадастровая стоимость не соответствует реальной рыночной стоимости земельного участка, потому что не учтены такие-то показатели, то эта комиссия проводит переоценку. Второе направление – это традиционный суд, при обращении в который также можно изменить стоимость рыночную или кадастровую стоимость данного земельного участка. Это была программа «Первое правительство». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова